здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами оба каши я выскажу свое мнение выскажу позитивные и негативные стороны этого способа получения удобрения для наших растений в огороде бакаши если переводить буквально означает компост компостирование различных материалов имеет очень большую историю компостирование известно человечеству с античных времен а то и в даже в более ранний период многие народы в различных местностях где почвенные условия не баловали своим плодородием когда люди переходили к оседлому образу жизни и к возделыванию сельскохозяйственных растений в полях многие народности вот придумывали именно такие способы увеличения плодородия сельскохозяйственных земель настоящее время как это не парадоксально звучит но по статистике примерно одна треть пищевых ресурсов пищи которая производится оказывается невостребованной невостребованная она оказывается на уровне производства невостребованная она оказывается на уровне реализации то есть после магазина что-то не купили невостребованной она также может быть и на уровне домашнего хозяйства кроме того в домашнем хозяйстве ежедневно скапливаются могут по крайней мере скапливаться значительное количество различных отходов в том числе пищевых отходов это очистки это недоеденная пища приготовленная это подпорченные фрукты это кожура это что угодно то есть все что у нас называется кухонными отходами идея что остатки пищи или нереализованная пища даже не испорченная хорошая может быть скомпостирована является достаточно старый будучи членом международных жюри на различных олимпиадах экологических проектов я практически ежегодно вижу проекты посвященные именно этой проблеме география таких проектов очень широко как пищевые отходы превратить в доходы и идея компостирования является основной идеей всех этих проектов пища достаточно легко компостируется почему кухонные отходы хорошо компостируются потому что они являются хорошим источником питания для совершенно разных микроорганизмов в кухонные отходы входят как продукты растительного так и животного происхождения растительная продукция очистки и огрызки остатки растительной пищи зачастую представляют из себя в основном углеводное сырье целлюлоза крахмал сахара различные которые содержатся в растениях являются хорошим источником энергии для бактерий кроме того многие растительные отходы содержат в себе калий значительное количество калия кальций азот также особенно у высоко белковых продуктов ну и безусловно есть некоторое количество фосфора источником хорошим богатым источником фосфора а также азота благодаря содержанию белков являются продукты животного происхождения в том числе кости в том числе остатки мяса какие-то шкурки и так далее жиры являются для микроорганизмов исключительно источником энергии ни азота ни фосфора ни калия ни кальция они преимущественно не содержат либо их там такие следовые количество которые ну для наших целей цели садоводства огородничества не представляют никакого интереса таким образом смешанные кухонные отходы являются для растений в общем-то неплохим источником питания впоследствии кроме того они являются хорошим источником питания для поддержания почвенной микрофлоры ведь для того чтобы почвенная микрофлора хорошо развивалась развивалась гармонично ей необходимо энергия энергетическое питание которое и с бога богато содержится в кухонных отходах самым лучшим способом использования кухонных отходов является их компостирование в общей компостной куче там они в таком случае будут смешиваться с другими остатками растений и не будут представлять из себя такую высоко концентрированную субстанцию энергетических и пластических веществ азота фосфора калия кальция различных микроэлементов витаминных веществ биологически активных веществ все то что необходимо микроорганизмом перемешивание с компостом или просто переслаивание периодическое добавление кухонных отходов в компостник общий компостник который чаще всего находится на улице является самой лучшей идеей для утилизации кухонных отходов однако же не у каждого есть возможность ежедневно выбрасывать эти кухонные отходы для общего компостирования в этой связи развелась идея сбора этих кухонных отходов и их компостирование для превращения в некую субстанцию которую сейчас принято называть бакаши технология утилизации таких отходов не сложна их надо сбрасывать в некую емкость в этой емкости образуется жижа такая жидкая субстанция темного цвета почему она образуется да потому что в процессе же своей жизнедеятельности микроорганизмы в процессе окисления различных веществ особенно аэробного то есть с участием кислорода дыхания окисляют всевозможные субстраты жиры углеводы с образованием воды поэтому постепенно в процессе разложения это все оводняется и образуется вот такая вот жижа ну собственно говоря мы тоже с вами в процессе окисления той пищи которую мы потребляем тоже образуем достаточное количество воды эту жижу положено сливать накапливать впоследствии разбавлять и подкармливать растения в принципе идея опять же скажу неплоха не выбрасываем превращаем отходы в доходы все хорошо однако же сам процесс вот такого компостирования сопряжен с целым рядом технических трудностей первое из них это неприятный запах запах гниения запах разложения особенно если в уходных отходах появляются значительное количество продуктов животного происхождения второе вторая проблема это проблема необходимости периодического слива этой жидкости в каких-то ну таких условиях чтобы эта жидкость не попала на какие-то вещи даже на руки это все не все не хорошо потому что все эти процессы гниения приводят к образованию различных ядов токсинов зачастую очень с высокой токсической активностью поэтому не хорошо чтобы это все контактировала с пищевыми продуктами с какими-то поверхностями за которые кто-то потом будет браться ну конечно летом это мухи это какие-то прочие насекомые поэтому все это должно быть очень хорошо изолировано и следующая проблема это проблема все-таки того населения микробиологического которое остается вот в этой системе и отвечает за разложение за гниение за брожение ну то есть за само по себе компостирование надо сказать что традиционный способ приготовления бакаши относится к анаэробной переработки кухонных отходов то есть даже если поверхность этого бакаши этой системы этой жижи гнили она контактирует с кислородом поверхность контакта вот это она является незначительной никаким образом нельзя говорить о том что это аэробный процесс это безусловно процесс анаэробный поэтому разложение там происходит органических веществ не полностью какая-то органика все равно остается в том числе высоко токсичные вещества образующиеся в ходе разложения всего этого добра поэтому использовать эти бакаши надо очень очень аккуратно в этом месте производители всевозможных биопрепаратов начнут хлопать в ладоши и говорить вот видите все правильно необходимо обязательно покупать какие-то наши биопрепараты предназначенные для обогащения нужной микрофлорой этих систем этой приготовления этого бакаши и соответственно тогда у вас все будет в порядке однако же многочисленными исследованиями установлено что прибавление таких незначительных количеств микроорганизмов каких-то там микроорганизмов к этой системе которая представляет из себя самый настоящий биореактор не оказывает никакого существенного влияния на смещение тех микробных процессов которые там внутри происходит либо же количество добавляемых продуктов вот этих должно быть очень значительно чтобы подавить развитие той микрофлоры которая там уже есть вот этого всего гниения очень сложно себе представить что это вообще может быть сделано и это будет стоить безумных денег очень дорого либо эти все прибавления являются действительно не эффективными вторая проблема который в общем то практически никто не говорит когда обсуждают тему бакаши это собственно микробное население которое отвечает за вот в этом котле за гниение за разложение этих кухонных остатков ну вот я взял с поверхности кабачка сделал небольшой смыв и посмотрел ну кожура кабачка обыкновенной очистки что же там имеется поверхность овощей поверхность фруктов населяется огромным количеством всевозможных это патогенных микроорганизмов здесь и грибы фузариоз здесь и прочие грибы здесь всевозможные фитопатогенные бактерии это и эрвинии это и псевдомона сиринга с ее всевозможными по товарами и так далее и тому подобное то есть заселяя забрасывая туда вот эти очистки и остатки кухонные вы просто-напросто обогащаете вот это удобрение целым огромным букетом фитопатогенных организмов это очень плохо потому что до какого-то периода времени вы можете обогащать 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 увеличивать инфекционный фон на своем участке впоследствии же этот инфекционный фон взорвется просто огромным количеством всевозможных болезней коммерция вам безусловно поможет она вам скажет покупайте снова байкал покупайте снова сияние покупайте там все остальные биопрепараты пожалуйста приверженцы природного земледелия вы вполне можете этим обойтись вам это тоже надо поэтому тут вопрос очень спорный насколько этот эти бакаши безопасны с моей точки зрения такой микробиологической она они совершенно небезопасны в то же время опять же производители биопрепаратов специальных как бы для этих бакаши могут говорить что вот надо заселять какими-то бактериями они будут их подавлять они будут с ними бороться но как мы говорили в предыдущих роликах показывали неоднократно что к сожалению вот эти препараты все не содержат бактерий не содержит микроорганизмов обладающих хорошей антагонистической активностью против фитопатогенных бактерий и грибов их там попросту нет следующая опасность для меня как для меня она кажется еще более серьезный это возможность попадания в эту систему в это бакаши бактерий условно-патогенных бактерий которые способны вызывать болезни человека и животных к одной из таких бактерий относятся бактерия сератия сератия вот она вот так вот выглядит на чашечках петри такая вот красненькая она селась даже с поверхности этого же кабачка она здесь тоже есть и поверьте на кухонных остатках на мясе на костях на чем-то еще на рыбе эта бактерия может быть очень легко обнаружена в принципе она может быть обнаружена на кухонные губки она может быть обнаружено в ванной в комнате там где сыра там где даже используются дезинфектанты она адаптируется она легко приспосабливается и она там везде обитает то что она есть это не страшно потому что это условно-патогенная бактерия она вызывает различные заболевания лишь при определенных условиях однако же обогащение своей окружающей среды балкона кухни садового участка этой бактерии будет повышать 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 вероятность того что такое заболевание может у вас случиться более того вот здесь вот на чашечке петри очень наглядно и красиво показано как серация может подавлять рост других бактерий и в том числе грибов то есть разных микроорганизмов то есть попадая в эту систему бакаши будучи анаэробным микроорганизмом который способен ну факультативный такой анаэроб он способен и к дыханию и к анаэробному пути утилизации органических веществ здесь вот тоже хорошо видно как различные штаммы этой сырати подавляют рост других микроорганизмов так вот она в этой системе может вытеснять множество различных полезных конкурентных микроорганизмов увеличивая 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 риски заражения риски заселения внутрь организма потому что ну что такое огород не всегда этот огурец моешь так и при тома для того чтобы его полностью дезинфицировать никто вообще не моет его до такой степени и соответственно попадание его внутрь организма является небезопасным системы для приготовления безопасных вот этих вот компостов влажных мокрых сухих каких угодно они достаточно сложны и существует огромное количество условий уж поверьте я это очень хорошо знаю для того чтобы приготовление подобного рода удобрения органических удобрений было безопасным в домашних условиях выполнить условия вот этой безопасности подобного рода удобрений практически не представляется возможным опять же производители и агитаторы за бокаши за то чтобы это бокаши стояла на каждом балконе в каждом доме где угодно скажут так мы производим специально какое-то оборудование там специальные ведерки для этого бокаши и так далее для того чтобы все это было безопасно вот теперь посчитайте сколько вам это все будет стоить вам нужно купить ведерко вам нужно купить там какие-то приспособления вам нужно покупать регулярно биопрепараты при этом никто никакой гарантии не дает что в вашем компосте бокаши не окажется целый букет фитопатогенных бактерий и целый букет бактерий я уже не говорю про все остальные там и кишечная палочка может сохраняться и и трупные яды могут образовываться и все что угодно но в том числе вот подобного рода бактерий как сырация которая является условно патогенной и для человека очень опасная бактерия потому из организма выгнать практически невозможно она очень устойчива к антибиотикам всевозможным вот и с чего это вообще бокаши началась с того что пошел ложный посыл о том что нельзя использовать минеральные удобрения что это вредно что это неприродное и так далее а насколько природно вот эта пластмассовая упаковка которой вы регулярно покупаете вот это вот болтушку эту насколько природно само производство любое не является уже полезным для окружающей среды и не является природным она оставляет серьезный экологически вредный след после себя насколько природной и гармонично с природой вот эта упаковка которую вы используете потом выбросите которая будет еще лет в земле там где-то на свалке находиться все это не природно природным будет минимизация затрат минимизация покупки насколько природно производство из пластмассы этого ведра с краником для этого бокаши сколько ресурсов ушло на производство этого ведра вы деньги за это все заплатили в конце концов то ведро выбросите это пластмасса тоже в биосфере будет находиться очень очень долго в окружающей среде это все антиприродно антиприродное земледелие получается самое настоящее а посыл то был что надо всего-то взять горсть мочевины гость горсть суперфосфата и калия сульфата и большую пол достаточно большую площадь подкормить всего-то навсего вам вложили в голову что это все нельзя делать и заставили покупать абсолютно ненужные вам вещи разводя ванищу инфекцию у себя дома до и собирая в бутылке эти эти бакаши это это на самом деле это какое-то безумие с моей точки зрения поэтому риски а также тот вред окружающей среде который сопряжен с вот всей этой истории с природным земледелием и с производством этого бакаши с необходимостью покупки совершенно ненужных вам каких-то сопутствующих продуктов у меня наводит на мысль на то что это бакаши абсолютно вредно и с точки зрения природного земледелия и с точки зрения общей экологии и с точки зрения охраны окружающей среды и с точки зрения фитопатологии защиты растений чтобы не обогащать свой огород фитопатогенными организмами я уже не говорю про очистки картофеля там где резактониоз там где фитофтороз там где альтернариоз там где вообще целый букет всех болезней включая нематод тоже думаете яйца нематод помрут ничего подобного они там все останутся вполне живыми и способными производить этих нематод это очень опасно и и так далее ну и заканчивая опасностью вот развести условных условно-патогенную микрофлору которая способна вызывать опасные заболевания человека и домашних животных вот такое мое мнение о бакаши я конечно если кому-то доставляет это удовольствие если это хобби если это увлечение если человек находит в этом какую-то самореализацию какой-то отдых то почему бы нет то есть можно делать но мое дело предупредить вас в тех возможных и очевидных сопутствующих рисках которые имеются при производстве вот такого вида органического удобрения на этом я прощаюсь с вами давайте подискуссируем давайте обсудим это выскажите вы свое мнение на этот счет поделитесь своим опытом использования бакаши то что он очень разный у кого-то все сгорело и умерла у кого-то все пышным цветом расцветает от этих бакаши жду ваших вопросов и ваших комментариев под этим видео подписывайтесь на наш канал всего хорошего